Во Дворце культуры Арктика открылась выставка работ участников фотоконкурса «Нао» в объективе, приуроченного к 90-летию Ненецкого округа. Конкурс был объявлен в августе. За это время в адрес организаторов поступило огромное количество снимков от фотографов-любителей из окружной столицы и самых отдаленных поселений региона. Живописные пейзажи и эмоции людей – всё это мы видим каждый день. Но в спешке повседневной жизни проходим мимо. Остановить мгновения, чтобы рассмотреть детали и, возможно, понять глубокий смысл происходящего, помогают фотоснимки. Открыть жителям округа новые фотоимена и показать потрясающие по своей красоте уголки заполярного края, а также привлечь внимание общественности к вопросам сохранения природного и культурного наследия региона, решили сотрудники выставочного зала Дворца культуры Арктика. При этом по условиям фотоконкурса каждый из участников мог представить не более пяти работ. Материал весь хороший, выбрать из него было сложно. Мы, как организаторы, когда увидели то, что нам в заявках стало поступать, например, нам бы было очень сложно определиться, но благо нам помогли в этом члене жюри действительно выявить наиболее достойно. У нас компетентная комиссия была, в состав которой вошли профессиональные фотографы с города Москвы, заслуженные работники республики Коми, искусствовец высшей квалификации, и заместитель председателя собрания депутатов Максим Николаевич Арбузов у нас также был в членах жюри. Вот эти три человека оценивали работу независимо друг от друга, не совещаясь друг с другом. То есть у каждого из членов жюри было своё профессиональное и компетентное мнение. По результатам фотоконкурса первое место жюри присудило Антону Парсукову. На втором и третьем местах – Василий Чобот и Мария Вокуева. Они награждены благодатственными письмами и денежными сертификатами. Кроме того, отмечены работы ещё пяти фотографов-любителей. Ими стали Ирина Трофимова, Анастасия Крутько, Алина Ваучейская, Владимир Лугай и Ирина Коваль. Увидеть работы всех конкурсантов можно в фойе первого и второго этажей Дворца культуры Арктика. Последствия эти работы будут напечатаны на больших шёлковых панно и станут экспонатами передвижных выставок, в том числе за пределами региона.